В советское время при той огромной машине Госконспорта, как назывались люди занимающиеся тем, чем занимаетесь вы сейчас на почве спортивного менеджмента? В Советском Союзе, как вы говорите, при этой машине очень многие вопросы решались. Именно на первом плане у нас была всегда политика, и спортсмены по большому счету принадлежали не себе, а коммунистической партии. Поэтому я думаю, что многие из них сейчас, к сожалению, вспоминают те времена и жалеют о том, что мама их не родила лет на 20 позже, потому что они могли бы жить в совсем других условиях. Но спорт был, в любом случае надо понимать, что спортсмены, я занимаюсь футболом в данном случае, сейчас активно, футбол это коллективный вид спорта. И, к сожалению, когда несколько человек в той или иной степени подходят к определенному матчу спустя рукава, с таким отношением непрофессиональным, страдают все. Когда мы говорим об индивидуальных видах спорта, теннис или борьба, там все проще. Ты понимаешь, что ты настроил человека, он вышел и поднял штангу, которую в жизни не поднял бы. Здесь сложно, это как детский сад, я просто по себе сужу. Вы про коллективный вид. Да, сложность в том, что надо, а, выбрать тех 11 человек, которых выпустить на поле, нужно, б, этих 11 человек настроить так, чтобы они хотя бы частичку тебя переняли и понимали, что они вышли не просто на игру, они вышли на работу. Игра это для болельщика, это болельщик идет на игру. Посмотрел игру, красивая игра, плохая игра, удачная игра, неудачная игра. А для футболиста, для профессионала, это его работа. И когда возникает вопрос о его заработке, он должен четко понимать, а как я поработал. И говорить о том, что ты там, да, понятно, что там много нюансов, тренировочный процесс, тренер не так сказал, не так посмотрел, меня не поставили, я был в лучшей форме, там кто-то травму получил. То есть я считаю, что футбол это, он как король спорта, он и в плане затрат, имеется в виду именно моральных затрат таких, он там тоже король. Человек, который сегодня возглавляет команду «Дача», который вы являетесь, я так понимаю, собственником, Игорь Добровойский. В 1978 году стал олимпийским чемпионом. Совершенно верно. Вы помните те игры? Да, я помню очень хорошо. Я помню эту игру. В Сеульский финал помните? Да. И Добровойского на поле тоже помните? Помню те времена, когда Лобановский, когда 86-86 года, когда как уступала команда, когда Венгров в первом же матче сборная СССР выиграла, и как потом бельгийцам 4-3 проиграли со спорными овсайдами и так далее. Ну вам было 12 лет, насколько я понимаю. Я больше помню, чемпионат Мексики был в 86 году, я его хорошо помню. И потом в 88 году гол, который забил Ван Бастон, Досаева, очень хорошо помню. Ну похоронил вратаря? Да, совершенно верно. Так же, как Шевченко похоронил Филимонова? Да, совершенно верно. В принципе, футбол, он имеет такую нехорошую черту. Он в одну секунду может превратить звезду какого-нибудь там маломальского известного футболиста, а может загубить очень известного. Добровойский – это человек, уроженец молдавского футбола, пробившийся через вот это страшнейшее сито советских преселекций из республик, попал в олимпийскую сборную и стал олимпийским чемпионом. Ставший тогда заслуженным мастером спорта. Насколько я помню историю, там были очень некрасивые разговоры, связанные с тем, что футбол очень странная, как у вида спорта, судьба по отношению к Олимпийскому комитету. Игроки, делавшие судьбу футбола на взрослом уровне, не дошли до уровня заслуженного мастера спорта, а молодежь получила даже сидевшее в запасе. И вот этот момент несправедливости вызвал тогда какой-то очень момент нервный у взрослых футболистов, которые и не поняли, что это произошло. Вроде бы радость? Несправедливость – это составляющая любую часть жизни. Но это такой советский устрой был. Спорт не исключение. Да и сегодня, в принципе, поймите, даже сегодня общаясь, 27 человек заявки футболистов, а выставлять надо 18. Появится какая-то несправедливость, потому что постоянно человеку покажется, что по отношению к нему проявили данный момент, проявили не совсем правильную позицию и так далее. В то время она выразилась таким образом, как вы сейчас говорите, что одни стали олимпийскими чемпионами, а другие… И получили благи. Да. Ну, сегодня, слава Богу, для спортсмена совсем по-другому оценивается его труд. То есть человек, который сегодня четко отдает себе отчет, что он отказался от ряда земных благ, я не знаю, в виде всяких гулянок, отдыхов, в пользу спорта, он имеет возможность, если он талантлив, если он может и хорошо делает свою работу, он имеет возможность прекрасно зарабатывать. Все равно это профессия, все равно это заработки, что бы ни говорили, понятное дело, что есть дух коллективный и так далее. Но как бы то ни было, для футболиста переезд с одной команды в другую и так далее, даже в стан врага, скажем так, какого, да, такого, имеется, врага в футбольном смысле. Это нормальная практика, это практика всех европейских грандов и футболистов. А сегодня для нас открылись как бы просторы. То, что произошло именно в спорте, с одной стороны, это толкнуло спорт на тяжелые времена, потому что, например, сегодня даже в чемпионате Молдовы, я реально четко понимаю, что есть несколько клубов, которые финансово устойчивы. Все остальные клубы, по большому счету, они, как было сказано одним из руководителей федерации, они держатся на альтруистах. Сегодня российские клубы имеют бюджеты под 100 миллионов и могут позволить себе покупку одного игрока за 40 миллионов. Пожалуйста. Какая? Пожалуйста, Рубин, 45. Хотите Карлосов? Пожалуйста, 13 миллионов зарплаты за два года. Будет любезен, приезжай. Ничего, что горячая точка Махачкала, приехал. Есть фамилии, которые умудрялись становиться членами сборной Советского Союза и в футболе, и в хоккее, тот же Федотов. Это просто уровень тогда считалось, что просто физически подготовленный человек, может ли он был гениален? Я думаю, там какие-то третьи причины вообще. Возможно, нет, по-любому, однозначно надо было быть физически подкованным, да, иметь возможность, чтобы выступать и там, и там. Но я думаю, я не могу утверждать точно, но мое личное мнение, я считаю, что при современном развитии спорта, в том числе и футбола, это просто невозможно. Это нереально. Нонсенс. Да, ну, может, тогда играли так в футбол, я не знаю, что это было возможно перескочить оттуда сюда. Сегодня даже люди, когда в теннис играют, там большой теннис запрещается брать маленькую ракетку, и наоборот. То есть все настолько далеко ушло, что те мелочи, которые вчера, возможно, не особо сильно влияли на итог, на результат, а футбол и любой спорт, он выражается результатом. Ну, есть исключение, знаете, вот есть такой вид спорта, как бобслей, так там четвертый номер может быть хорошим толкателем ядра. Может быть. Потому что его функция, там надо очень взрываться и толкать. Игорь Добровойский, ваш тренер клуба «Дача», который на сегодняшний день неплохо идет в чемпионате. Естественно, вы поставили перед командой, селектируя тот набор футболистов, игроков, менеджеров, тренеров на этот сезон, ставили задачи первого места. Да, совершенно верно. Иначе вы в это дело бы и даже не играли, учитывая, что амбициозность зашкаливает. Либо были бы другие футболисты, либо я не играл бы вообще. Ставка на легендарного Добровойского только уже как тренера. Во-первых, то, что Добровойский легендарный как игрок, не отрицают даже наши оппоненты. Они как бы себе признают, но многие говорят, что легендарный игрок не означает легендарный тренер. Совершенно верно. Тут, я думаю, Игорь Иванович сам в состоянии доказать. Я исходил из того, что в любом случае в футбол играют игроки. И как игрок, как легендарный игрок, он может дать то, чего не даст никакой другой тренер. Ведь если посмотреть на ситуацию, тот же самый, по-моему, Аурини вообще ничего не играл. Пошел, стал легендарным тренером, а в футбол не играл. Ну и они между собой там часто бывают ругаются, там говорят, да что им его объяснять, он даже в футбол не играл. Жизнь показывает, что не надо чем-то заниматься, чтобы потом в этом чем-то оказаться, во всяком случае в спорте, да, как будущий тренером. Учитывая тот факт, что вы хорошо разбираетесь в тенденциях и в закулисных историях большого футбола, как изначально было ваше отношение к приглашению Хидинга в Россию? Почему это закончилось так? Я могу сказать, что отношу Хидинга к фартовым тренерам. Понятное дело, что везет сильнейшим, там, или везет кому везет, там, много можно. Но есть исторические факты. Корея, Австралия... И еще там 28-0, 32-0 в ответной встрече, а потом вы попадали на пятую команду с Бразилии, там, Уругвай, кого-то там с этого контента. И их выкидывали, до свидания. Да, он фартовый. Но я считаю, что, мое личное мнение, что Хидинг для России, для футбольной России, принес больше вреда. Дело не в результате. Дело в том, что... Вот сегодня я, опять-таки, провожу параллели с тем же самым Валерой Карпиным. Вот я его... Ну, я уехал из России, да, нахожусь год, мы часто раньше виделись. Не то, чтобы он постарел. Вот он, несмотря на то, что у него результат не всегда получается дать, он... Он живет каждую секунду. Я сегодня позвал Тихонова, да? Ну, что, Андрей Тихонов пришел. Это просто, как сказать, это как бы бренд Спартака. Это то, что должно заставить людей... Это знамя Спартака. Да, как бы подстегнуть какую-то вот именно вот ту долю патриотизма, который человек должен выходить. Понятное дело, что футболки меняются, интересы меняются, зарплаты меняются. Но есть что-то, что остается всегда в душе у каждого человека. Тихонов именно такой человек. И я считаю, что Хидинг именно тот специалист, который не сопережив... Ну, как бы он сделал профессионально работу без сопереживаний. Сегодня очень сложно будет заставить футболистов сборной России выйти на поле и вот они раньше, честно говоря, по большому счету, если так вот честно говорить, в советские времена был страх перед партией, там, вернуться домой и там тебе, там, не знаю, что с тобой сделают. Ты знаешь, вот удивительно, но это действенная мера. Страх еще никто не отменял. Она на самом деле, как бы это жестко не звучало, она имеет в некоторых случаях позитивное выражение. Она дает результат. Мое личное убеждение, что российский футбол реально, сборную России, может поднять человек только лишь из России. Есть мечта у Адлана получить имя медийное при соответствии с цены вопроса, совпадения интересов, которое могло бы привлекать только само по себе уже зрителя на трибуны в разы. Можно не называть имя, просто вот есть планы на каких-то людей, которые вот вы бы мечтали сезон стартовать. Мы говорим о футболистах? Да, о именах. Я был на матче сборной Молдовы и я видел, что люди забивают стадион ровно столько тем количеством, которое предусматривает его размер. Я думаю, от того, что я сегодня привезу, например, того же самого Карлоса, который выстрелит один-два раза, потом промахнется и люди перестают отходить. Я постараюсь, чтобы это имя выросло здесь. Возможно, его пока нету, может оно появится. Не знаю, в принципе, сегодня мы активно ведем его в детский спорт. Я считаю, что для поднятия уровня и для поднятия собственной оценки, что я смог, мне будет приятно, если это будет какая-то из местных звезд. Есть такая традиция, минута один на один с камерой, без автора программы. Я сейчас тут прощаюсь и жду за пределами студии, но предельно искренне рад, что у нас случилась эта встреча в рамках этой студии. И думаю, что нас жизнь будет еще не раз объединять, потому что на многие вопросы, наверное, мы смотрим одинаково. Футбол, а это основной бизнес и основной роль занятия моих в Молдове. Футбол будет жить, дальше я буду стараться со своей стороны показать, что молдавский футбол может на уровне уступать со всеми остальными, российскими и европейскими. Молдова страна, которая находится на пути своего развития, можно сказать, у истоков. Мое личное убеждение в этом состоит. И хочу обратиться ко всем людям, гражданам этой страны, сказать, что не стоит не верить в собственные силы. Здесь зажит большой потенциал. Если каждый из нас, и я в том числе, как иностранец, и вы, как граждане страны, сможем отдать себя целиком во благо развития той или иной отрасли, которой мы занимаемся, то завтра это будет местом не откуда люди уезжают, а куда люди возвращаются. Дай Бог, чтобы я смог внести эту маленькую лепту. И оставляю за вами право оценить мою работу. Спасибо всем большое.